всем большой привет подписчикам и пришедшим на канал сейчас я занимаюсь сборкой камеры переделка вернее камеры морозильной бирусы в камеру шоковой заморозки и для нее мне понадобился компрессор низкотемпературный и компрессор отличается тем что он имеет низкое давление всасывания он будет у меня работать на пропан бутане вообще он предназначен для работы на фреоне r600 r600 это изобутановая смесь я приобрел компрессор вот этот как раз в с 98 gv это китайский компрессор который выпускается для холодильной техники он имеет мощность 168 ватт и в принципе может мне подойти я потом еще экспериментировать буду с фреонами к нему компрессору шло пусковое реле пусковое реле которые мне выложили в виде набора деталей деталей комплектующих которые состоят из двух реле это реле значит пусковое реле и реле защитное они были собраны в коробочке и лежали я кинулся в интернет хотел найти схему подключения но схему подключения так и не нашел пришлось разбираться путем методом тыка и любыми другими интересными методами в итоге я подключил этот компрессор он имеет реле с конденсатором то есть конденсатор на 4 микрофарада 400 вольт который шло в комплекте с реле то есть реле с конденсатором стандартная 3 штыревая клемма подключения 3 штыря но когда я попытался подключить с электромеханическим реле с тепловым с нашим он у меня запускался потом отключался пришлось ломать голову и подключать свое родное штатное реле схема подключения его вот она схема я от руки и нарисовал и показываю в итоге я его запустил и сейчас вам расскажу каким образом это осуществляется значит вот она у нас пусковой реле на него на две клеммы верхних клеммы одевается конденсатор надевается конденсатор он имеет тоже клеммы разъемы на верхние и потом она одевается на штатную комодку 3 штыревую но перед этим нужно надеть вот это вот реле защитное реле вот она тепловое она надевается сверху на свой разъем вот она верхний разъем на деле и только потом одевается надевается вот это вот пусковой реле она снизу подходит и одевается на свои штырьки после того как вы надели верхние реле и нижние то есть пусковое защитное реле вы должны штатные клеммы штатные клеммы подсоединить напряжение питания 220 вольт она соединяется к верхней части то есть защитной и к нижней части на штатные разъемы вот в итоге вы подсоединили полностью реле дальше дальше потом защелкивается корпус то есть коробочка и защелкивается она потом на защелки на металлические затем подсоединяйте 220 вольт для того чтобы проверить раб рабочий или нет компрессора работоспособность его нужно удалить заглушки которые резиновые заглушки которыми заглушены трубки компрессора это подающая трубка вот она это высокого давления нагнетающая трубка и трубка отсасывающие то есть трубка вакуумная низкого давления это трубка для впаивания потом клапана шредера то есть для заправки компрессора и для этих технологических всяких нужд то есть вы удаляете вот эти заглушки иначе у вас отключится к сам компрессор подсоединяете как я сказал уже 220 вольт это верхняя клемма и правая нижняя клемма также есть клемма заземляющая потом когда компрессор будет стоять на камере или нужно будет ее соединить заземляющий вот она нижняя клемма и проверяете компрессор включаете его сеть вот компрессор запустился то есть со стороны высокого давления вот это идет у нас нагнетание воздуха а вот с этой стороны с низкой идет всасывание то есть вот меня палец присасывает этот компрессор кстати можно использовать в качестве вакуумного насоса я потом еще видео сниму для того как использовать компрессор для вакуумирования вот таким образом подключается компрессор спасибо всем за внимание подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик до свидания